Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление Ленинского района впервые был объявлен в 2014 году и с того времени только набирает популярность, что является и подтверждением его значимости и отличным стимулом для дальнейшего развития. Сделать Ленинский район Бреста ярче и красочнее удалось, однако еще есть куда расти, считает глава администрации Геннадий Борисюк. А проведение подобных праздничных соревнований придает этому процессу особый импульс. Я доволен, я уже об этом сегодня говорил, тем, что вот эта инициатива украшения города, она у нас стала немножко шире и исходит теперь очень часто от простых наших людей, от предпринимателей, от руководителей предприятий, которые не ждут где-то каких-то указок, не ждут, когда там какие-то деньги будут бюджетные, а пытаются сами сделать свой город краше. Победители конкурса определены путем открытого голосования. В одной из социальных сетей была создана специальная группа, куда выкладывались фотографии объектов. Свой голос за понравившегося номинанта мог отдать любой желающий. Что примечательно, этих самых голосов в конкурсе образца 2016-го оказалось в два с половиной раза больше, чем год назад, что, безусловно, повышает престиж полученных наград. Приходили семьями, делали селфи на фоне наших Деда Мороза, елочек, различных других украшений. Просто детишкам показывали. Когда детишки заходили в поликлинику, увидели красивую нарядную елку, у них сразу на лице улыбка. Детки успокаивались, потому что поход в поликлинику не всегда для деток приятен. Конечно, для сотрудников. Утром идешь на работу, вся поликлиника сверкает. Разными огнями, подсветка, какие-то там где-то блестит, где-то сверкает. Это было очень здорово. Из года в год растет число и голосующих, и участников. Расширяется список номинаций. В 2016 году украшением Бреста на новом уровне занялись горожане. К примеру, на Республиканской 10 появилась контурная подсветка дома, средства на которую собрали члены товарищества собственников. Поступило предложение от администрации, и жильцы его поддержали. А уже на следующий год есть определенные планы для улучшения этого освещения, вплоть до того, что, может, даже соседний дом какой-нибудь привлечем. То есть, уже наработки свои какие-то есть, но пока это будем до следующего нового года хранить пока в секрете. Признанный лидер конкурса среди предприятий промышленности Брестский мясокомбинат Праздновал победу и в этот раз, к слову, на данный момент это самый титулованный участник соревнований. Три года подряд он стабильно на первом месте. Наше предприятие с огромной любовью всегда относится к украшению своего двора, к украшению своей елки новогодней. У нас есть свои фишки такие интересные, которые, в общем-то, радуют глаз. Каждый раз мы их расставляем по-разному. Но, в принципе, конечно, это что-то такое сказочное, это какая-то такая вот вера в волшебство, это какое-то, в общем-то, такое хорошее, доброе настроение, которое, в общем-то, радует не только нас, работников, но и всех тех, кто приезжает в наш магазин, кто пробует нашу продукцию. Это одна общая тема, которую связывает вот наш слоган «Любовь есть». Награды в различных номинациях и благодарственные письма от администрации получили порядка 35 участников конкурса, в том числе и те, для кого украшение города – часть работы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, и те, кто просто захотел внести свой посильный вклад в общее дело. Последнее, к слову, можно смело считать успешным. Новогодняя рождественская пора в Бресте была озарена мириадами огней и красок. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ».